Всем большой привет! Спасибо, ребята, что вы находитесь на моем канале, смотрите этот ролик. И сегодня я хотел рассказать вам об одном возмутительном случае, который произошел в административной полиции Каргандинской области. Ситуация самая банальная. Произошло некое правонарушение, как посчитали полицейские. Девушка не согласилась с меняемым правонарушением, обратилась ко мне за помощью и мы начали процедуру ознакомления с материалами дела. Написали ходатайство, девушка поехала по адресу прогресса 1, все каргандинцы знают, это бывшая областная ГАИ, в дежурную часть и подает ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Ей выдают постановление, копию постановления и она просит, напишите, пожалуйста, дату, когда вы выдаете. И вот тут начинается вот эта клоунада. Полицейский говорит, нет, я ставить подпись не буду, число ставить не буду. И вырывает копию этого постановления. Она где звонит, девушка говорит, что делать. Я говорю, ну пусть представятся, кто это такие. Будем разбираться. И значит, вот этот майор, который выхватил вот это постановление, представляется майором Смогуловым. Впоследствии выясняется, что такой фамилии вообще нет в административной полиции. И тогда встает вопрос, это что, административная полиция или там местная полицейская служба, это проходной двор, то есть дежурной части, работают какие-то проходимцы. Совершенно левые чуваки могут туда зайти, напялить на себя форму майора полиции и, значит, общаться с гражданами. Мало того, в разговор влез человек, который представился начальником полиции, административной полиции города Караганды Базарбековым. С которым впоследствии я разговаривал по телефону и аудиозапись, которая будет в этом ролике после, по окончании, когда я закончу свое повествование. И выясняется, опять же, впоследствии, что это не Базарбеков. А может быть и Базарбеков. Как это выяснилось? Девушкой было написано заявление в ОСБ. ОСБ начинает, как всегда, полное нежелание работать, то есть перенаправляет в административную полицию. Административная полиция начинает имитацию уборной деятельности, то есть прикрывать вот этих мерзавцев, которые представились фамилиями этих, значит, один несуществующий фамилий. Подчеркиваю, повторюсь, майор представился майором Смоголовым, второй представился начальником административной полиции города Караганды Базарбековым. Приглашают девушку на опознание этих, якобы этих лиц. Естественно, я сразу сказал девушке, что, конечно, это будет шоу, это будет клоунада, и этих людей, естественно, не будет. И действительно, к ней подошел первый, к ней подошел, значит, человек, который опять представился Базарбековым и показал ей удостоверение служебное. Там действительно написано было Базарбеков. Вопрос тогда, либо это фальшивое удостоверение, либо это фальшивый Базарбеков был в дежурной части, либо фальшивый Базарбеков, который представился уже на опознании. Ну и, соответственно, в зале, естественно, ни майора Смоголова, ну так называемого майора Смоголова, естественно, тоже не было. И в конечном итоге, и более того, девушка говорит, там сидели вот эти ухмыляющиеся физиономии, которые все прекрасно знали. И вы представляете, на сегодняшний день так и не установлено, кто эти люди там. Кто находился в дежурной части административной полиции, находящейся по адресу Прогресса 1. Известна дата, время, все, не могут найти людей. Вы представляете? И вот это вот, я обращаюсь к этим людям, я не знаю, кто они такие, но по мне это негодяи и подонки. Ни чести, ни совести нет. Вы просто мерзавцы. Я обращаюсь к руководителю МПС, к руководителю административной полиции, потому что неизвестно, кто это такие. Но у вас честь и совесть хотя бы есть, хоть элементарные остатки остались, вы почему негодяев не можете найти в своих рядах? Это именно вы, с вашей легкой руки, процветают такие вот проходимцы. Вы устроили из дежурной части проходной двор. Какие-то люди, напялившие на себя форму полиции, представляются вот этими фамилиями, принимают у людей заявления, и вы не знаете, кто это такие? Я вас презираю просто. И правильно я сказал, что с нынешним руководством МПС никаких взаимодействий не будет, потому что все лжицы. Ну, в общем, ребят, я говорю, я настолько возмущен, да, вот этой вот ситуацией, что, ну, кроме матов у меня ничего нету. Поэтому давайте, ребят, сейчас посмотрите, девушка вам расскажет коротко о том, что произошло, и послушайте аудиозапись, где четко слышны голоса вот этих людей. И почему ОСБ не реагирует, прокуратура не реагирует, все покрывают друг друга. И вы еще смеете говорить о каком-то имидже полиции, да оно у вас нулевое, ниже нулевой. Еще раз говорю, я вас презираю. Ну, на сегодня все. Спасибо, ребята, что посмотрели ролик, потратили свое время. Надеюсь, что с вами таких ситуаций не произойдет. Но я, к сожалению, в очередной раз разочаровался в полиции, в казахстанской полиции. Ничего хорошего нет в полиции, я имею в виду в дорожной полиции. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, делайте репосты. И пусть этот ролик посмотрит как можно большее количество людей. Пусть посмотрят, кто работает в дорожной полиции Карагандинской области. Кстати, хотела бы вкратце рассказать о том, как в Караганде работают сотрудники полиции. Именно это дорожная патруль и административная полиция. Дорожная патруль пытается предъявить мне нарушения, которые по факту не было. Сразу говорят о том, что я ничего в суде не докажу. Не выдают мне никакие бумаги, ничего не объясняют, не рассказывают. Выдают протокол, до свидания. В административной полиции оказалось намного интереснее. Изначально мне отказали в моем праве знакомиться с материалами дела. Сначала сотрудник полиции практически их шевырнул. Потом он мне их забрал, вырвало, сказал, что мы вам вообще ничего не должны. Обращайтесь в другое место. Это ваши проблемы. Изначально там был один сотрудник. Потом к нему подошел другой. И они на пару пытались наказать, что они мне ничего не должны, не обязаны. Если вы хотите, жалуйтесь, пожалуйста, куда угодно. Самое интересное, что они выдавали себя за других людей. То есть первый сотрудник назывался фамилия, которой в принципе не существует. Второй представился как начальник. Подполковник Базарбеков, который, как оказалось, был в отпуске. И ничего об этом вообще не знал. После моих заявлений началось разбирательство. И мне устроили а-ля такой спектакль. Придите, опознаете этих сотрудников, которых, конечно же, там не оказалось. На мои вопросы, что, а кто тогда это был, кто принимал. Никто ничего не знает. Все милые улыбаются, выставляют мне на посмешище. То есть я пришла, поговорила с призрачными какими-то сотрудниками, сама с ними поссорилась. И пошла заявление везде писать. Но единственный плюс, что на тот момент, когда происходила ситуация, со мной на телефоне был Руслан Викторович. И у нас имеется аудиозапись, где сотрудник выдает себя за подполковником Базарбековым. И благодаря ей мы уже дальше будем разбираться. Поэтому, если пойдете в административную полицию, то лучше сразу все снимаете. Ваша должность ваша, скажите, пожалуйста. Юрист мой спрашивает. Юрист, кто? Вашу, вам трубку, пожалуйста. Давайте. Сидите и командуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Начальник административной полиции Базарбеков. Моя поделка Лазута, Руслан Викторович. А какие там проблемы? Почему вы не выдаете постановление, не выдаете? Постановление. Подождите, подождите. Руслан, подождите. Постановление вы выдали. Все выдали, вот инспектор. Она? Роспись требует. Какой роспись? Кто составил протокол, пускай туда и обращается. Там просто расписывает. Нет, вы сейчас вы даете постановление, копию. Вы не выдаете числа, то есть вы не выдаете. Руслан, Руслан, подожди. Руслан, мы не должны вообще-то давать. Мы через запрос, через канцелярию мы должны давать. Мы просто человек подождем, вот он дает, вот возьмите, пожалуйста, идите разберитесь. Она здесь стоит, давай фамилию мне. Правильно она говорит. Потому что я говорю, вы выдаете, раз вы выдаете постановление, вы даете это человеческий. Руслан, вы не можете жить. Руслан, вы не можете жить. Руслан, вы не можете жить. Давайте, пусть запрос сделают. Кто адвокат? Запрос сделают, это протокол через запрос. Она к вам пришла сюда, какой адвокат. Она к вам подождена лично. Вы выдаете ли постановление. Подстановление ничего не будем выдавать? Через запрос. В общем, в отношении вас, господин Базарбетов, будет написано жалоба про культуру, это то, что вы самовырничаете. Вы все оханили. Алло. Алло. Значит, берите сейчас там лисочек, пишите. Сейчас. Прям сейчас жалобу, да. Прям будете сейчас писать жалобу. Сейчас. Вообще оханили, мерзавцы. Сейчас к машине приду. Светлана Викторовича, мне тут звонили с административной полиции. Они говорят, что это к ним не относится. Неважно, вы главное сдали, все, зарегистрировали? Я сдала, да. Мне одна девушка звонила, уточняла данные, потом две другие названивали, что это к ним не относится. Вам нужно доедать некого. Вы там уже не АП, а УСБ или как-то. Ну, неважно. Вот они там сами, все, вот. Пусть теперь голову еще морочат, ранят там друг другу. Все, главное, чтобы закинули, все. Да, теперь я на этот. Прокуратура. Ну, я здесь вот рядышком с этой безопасностью. А, АП. А, АП. А, прокуратура, да, прокуратура Казбек-Би или другой. Казбек-Би, районный не Казбек-Би, да. Ага, все хорошо. Я тогда начале УСБ, а потом... Ну, смотрите, как вам удобнее. Это уже, в принципе, не принципиально, кто первый будет. Все хорошо. Угу. Все, давайте, жду вас пока. Жду. Звоночек. Ага, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok